МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя семечки и подсолнечник воспринимаются нами как что-то очень родное, родился этот цветок на юге Северной Америки. Еще древние индейцы, жившие пару-тройку тысяч лет назад, обожествляли подсолнечник и поклонялись ему. Считалось, что индейцы использовали не только подсолнечную муку, но и уже извлекали масло, которое использовали при выпекании хлеба и в косметических целях. До Европы подсолнечник доплыл только в 16 веке. В Германии из жареных семечек готовили даже кофе. Само подсолнечное масло англичане запатентовали в 1716 году, но изобретение не прижилось. Все примерно представляют, что подсолнечное масло производят из семечек, но мало кто видел, как именно это происходит. Начнем с самого начала. Здесь закладывается вкус будущего подсолнечного масла. От того, в каких условиях растут подсолнухи, созревают семечки, многое зависит. На урожай влияют и почва, и влажность, и осадки, количество солнечного тепла. А когда уже подсолнух созрел, его убирают, а семечки отвозят на производство. Закупая семечки, производители подсолнечного масла проверяют важные качественные параметры. Масличность, влажность, кислотное число. От них зависит качество производимого продукта. В Россию цветок солнца привез Петр I. Долгое время у нас выращивали подсолнухи для красоты. Больше сотни лет служил он украшением городов и сел, а потом уже распробовали семечки. В 1829 году простой крепостной крестьянин из Алексеевской слободы Воронежской губернии. Даниил Бакарев выжил самодельной ручной маслобойкой несколько ведер масла. Через 4 года, в 1833-м, в Алексеевке купцом Попушиным при содействии Бакарева был построен первый в России маслобойный завод. Через 2 года начался экспорт подсолнечного масла за границу. Мы отправились на завод, в котором производят 33 тонны масла в сутки. Провести экскурсию вызвался человек, который знает о производстве подсолнечного масла от А до Я. Это директор маслозавода Александр Чекунов. Контроль качества проходит каждая машина, привозящая семечки на производство. В собственной сырьевой лаборатории с помощью современного оборудования специалисты проводят входной анализ. Проверяют цвет, запах, зараженность вредителями, влагу, сорность, масличную примесь и кислотное число семян подсолнечника. Качество у нас идет на первом месте. Качество продукции – это основной, наиважнейший показатель продукции, деятельности предприятия. Мы провели анализ. Анализатор нам показывает, что у нас здесь влага семечек получается 4,9%, жир – 52%, протеин – 9,45% и клетчатка – 14,36%. Кроме анализа привезенных семечек, масло в лаборатории проверяют на каждой стадии переработки. Если вдруг происходит отклонение от нормы, его задерживают и перерабатывают снова. Для покупателя основным параметром является кислота, содержание кислоты в масле. Каждая машина, ну неважно, несколько раз проводится анализ на содержание кислоты в том или ином подсолнечнике, в каждой партии. Конечно же, этот показатель, он не только служит покупателю как индикатор, да, я буду брать это масло или не буду. Он, конечно же, для нас тоже очень важен, потому что в процессе переработки дальнейшего его, например, на рафинированное масло, мы, так скажем, затрачиваем меньшее количество лимонной кислоты, щелочей, солей и так далее. То есть даже для фильтрации потом этого масла применяется меньше перлита, отбеливающей глины и так далее. То есть это, знаете, не только качество, но еще и, конечно же, эффективность. Та партия, которая не прошла контроль качества, отправляется обратно. А машина с качественными семечками на автовесовую, а потом на авторазгрузку. Здесь отделяется мусор от семечек. Теперь предстоит очистить их от кожуры. Этим занимаются рушально-веечные автоматы. Сначала они дробят семечки вместе с кожурой, а потом еще раз пропускают их через сито, выдувая более легкую шелуху струей воздуха. Так с каждым циклом очистки шелухи становится все меньше и меньше. Существует несколько способов производства масла. И у каждого предприятия разная экономика, разные способы добычи этого масла из сырья. Мы используем прессовый метод. Прессовый метод – это механическое воздействие на подсолнечник и больше ничего лишнего. Там никакой химии, ничего. Крупные предприятия, они, конечно же, используют более современные, более эффективные методы. Ну, там, значит, для достижения этой эффективности используются химикаты. То есть, и, конечно же, потом они это масло, конечно, приводят к ГОСТу, но вы сами поймите, что оно, конечно, произведено было за счет химии и так далее. Здесь идет подготовка к отжиму и непосредственно сам процесс. А все, что осталось после масла, тоже используется повторно. Так кожурой семечек полностью отапливается весь маслозавод круглогодично. Что интересно, кроме кожуры для отопления ничего больше не используется. Остается даже на продажу. Котельная, которая выдает, значит, две тонны пары в час, которые требуются для производства. Данная котельная работает на, полностью работает на подсолнечной лузге. Значит, два котла, значит, полностью управляемых автоматикой. Другой продукт, который остается после всех процессов – жмых. Это продукт выжима, значит, подсолнечник после переработки делится на подсолнечный жмых и, соответственно, масло. Значит, это протеиновая добавка в корма, которую используют в основном сельхозпредприятия для повышения удоя, для прироста и так далее. Перемещаемся из склада обратно на производство. Тут уже масло потекло по трубам, пока еще не очищенное, не рафинированное. Далее масло очищают. Здесь, получается, начинается процесс рафинации и дезодорации. Закачивается сырье, оно, конечно же, взвешивается на весах. И начинаются, и уже пошли все процессы поочередно. Нейтрализация, вакуум-сушильные агрегаты, значит, отбелка, потом охлаждение. И вот, что у нас получается. Нерафинированное – это пропуск масла через фильтры и отстаивание. Никакой химии. Рафинированное – производится обработка щелочью. Дезодорированное – обработка сухим горячим паром до 230 градусов. Есть разные, значит, подходы к рафинации, но мы используем только лимонную кислоту, потому что она более щадящая для рафинации, для масла и вообще для пищевой промышленности. Мы считаем. После нейтрализации масла остается такой продукт, как СОАП-сток. Он используется в производстве мыла. Вот так, чего только не встретишь на маслозаводе. После вот этой сушки вакуумной, соответственно, происходит отбелка. Вот. Используем различные виды глины, отбеливающей. Мы используем на данный момент немецкую глину. Ну, кто-то использует испанскую, кто-то малазист, ну, кто-то такую, да. Вот. Но мы на данный момент используем немецкую. Она самая дорогая, сам мы считаем, что, ну, качество масла самое хорошее. Вот. И щадящая для пищевой промышленности. После охлаждения получают уже рафинированное масло. А потом оно проходит процесс дезодорации. И вот уже в такой красивой упаковке попадает на прилавки магазинов. Кстати, чтобы получить стандартную литровую бутылку масла, необходимо 2,5 килограмма семечек. Здесь такой большой выбор. Масло на любой вкус и цвет. Диапазон цен тоже разный. Можно пробовать до тех пор, пока не найдете тот самый продукт, который подходит вам по всем параметрам. Ну, я в основном масло использую для заправки салата. Из детства есть какие-то воспоминания? Как раньше использовали подсолнечное масло? Вот вы что-то помните? А подсолнечное масло я помню только у бабушки в деревне, что вот этот запах, потому что оно было нерафинированное. Вот. И когда там жарили блинчики, то есть по всему дому запах этого масла. Ну, запах детства даже, как в какой-то степени. Обычно масло надо хранить в темных местах. Не на цвету, чтобы прямые лучи солнца не попадали на масло. Стараемся выбирать, ну, чувашских производителей все-таки. Все-таки мы ходим в свои магазины, надо, думаю, поддерживать. Поддерживать нужно и семейные традиции. Например, собираться за столом, попить чай с вкусными пирожками. Только вначале их нужно приготовить. Надежда Лапина печет пирожки чуть ли не каждый день. В этом мастерстве может сразиться с любым профессиональным пекарем. Я с тестом умираю, люблю возить. И до сих пор. Это мое любимое, да. Я всегда приготовлю, кто скажет, испечь это всегда. По первому зову. Кому, как не такой хозяюшке, знать о свойствах подсолнечного масла. Для жарки, тушения, запекания, выпечки лучше использовать рафинированное. Это масло хорошо те, что оно не пузырится, руки не обжигает. И очень вкусно пахнет. Нагревание нерафинированного при высоких температурах способствует выделению кетонов и альдегидов, что очень вредно. Пирожки получились рубяные, хорошие, потому что хорошее масло. К тому же нельзя жарить на одном и том же даже рафинированном масле несколько раз. Потому что при неоднократном накаливании оно начинает выделять канцерогенные вещества, которые губительны для организма человека. На этом масле мы жарим пирожки и потом уже это масло сливаем. Мы им не пользуемся. А вот для заправки салатов отлично подойдет нерафинированное масло. Можно добавлять его и в уже готовые блюда для аромата. А главное, чтобы вы не готовили, не забудьте добавить в блюдо капельку любви. Тогда оно обязательно получится вкусным. Итак, на подсолнечном масле жарят, им заправляют салаты. Помимо этого, его используют в приготовлении майонеза, рыбных консервов, маргарина, кулинарного жира. А все потому, что подсолнечное масло богато витаминами А, Д, Е, фосфолипидами и полиненасыщенными жирными кислотами. Именно жирные кислоты – главный источник энергии. Помогают усваиваться микроэлементам и витаминам. А по содержанию витаминов А и Е подсолнечное масло превосходит даже оливковое.